Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем Дэвилс Хант. Мы находимся в серверной Ангелов, как бы это ни прозвучало, и это выход, это буквально выход. Нам нужно отсюда выбраться как можно быстрее, мы больше не на чьей стороне, и... Зато у нас есть Кристен и Эмбри на нашей стороне. Кристен, конечно, странно отреагировал на то, что узнало об Ангелах и Демах. Ну, как странно, он никак не отреагировал на это дело. Вот, и мы в интересном месте, да. Вот, сюжет пытается набрать какие-то обороты, он, конечно, странно и читаемо это делает. Вот, но что мы будем делать дальше, я думаю, мы знаем. Я думаю, мы знаем, я думаю, что мы будем искать Мюриэля. Он единственная зацепка, которая как-то еще может быть хорошим, наверное, не знаю. Потому что демоны-твари, они изначально манипулировали жизнью Дезмонда, вот этим последним днем особенно. Ангелы тоже сомнительные такие, ребята. Мы можем прокачать способность. Пока что мы ее прокачаем и поставим. Это все еще нам нужны записи Мюриэля, но я хочу вот здесь вот эту способность в нечистой школе. Я думаю, она будет покруче намного. Типа это просто вард, который стоит и стреляет во всех вокруг, это ж круто. И что-то мне подсказывает, что здесь мне сейчас не будут рады. О, да. Так, давайте начнем с очевидного. Понятно. 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 Клиночками, мимо. Молодец, Дезмонд. Копье, мимо, почти мимо. К сожалению... Ну, очень я удачно стою, да. Но, по какой причине это сработало, забей. Ты закулебал стоять вдалеке и стрелять по мне. Стараюсь здесь уже. Ну, чтобы они все собрались в одном месте. Какие-то вот эти конкретные, прям сверхживучие. Куда ты кинула? Ну, да, я от этого могу уворачиваться, короче, прям-прям-прям вот, да. Ну, я не могу от этого выворачиваться, потому что Стайгер после анимации. Так бы, я, в принципе, все равно не умру. В этой игре невозможно умереть. Я не совсем понимаю, зачем нужен такой большой Стайгер после одного ворота. Особенно, когда уворачиваться нужно в таком количестве. Мимо. Не мимо. Гранатку хочешь? Оп. Я слушаю вертолет. Это за нами. А еще у нас есть Эмбри, которая умеет телепортироваться. Я не знаю, почему мы изначально этим не воспользовались. По-моему, Дэс отговорил уже, если я не ошибаюсь. Так, тут вот я вижу душу, просто надо, да, аккуратно смотреть, куда едешь. Чтобы не наступить в катсцену куда-нибудь. И при этом собрать все. Потому что, что-то, такими темпами я уже думаю, здоровье даже, наверное, начать качать. А то что-то заколебали как-то, ребята. Не получать урон здесь невозможно, учитывая, как ангелы сражаются. С ними получать урон, это вот единственный вариант, как их можно вообще только убить. Так, понятно, мы уперлись в стену и не можем ничего. Ну, Дэс, ну, камон. Это, кстати, правда, если ты уперся в стену, то вот он очень вязко от нее. Он как будто к ней прилипает просто, и вот отойти не может нормально. Это очень странно работает. Как и все. И это похоже на боссфайт. Его эти клинки? Его эти клинки мне что-то напоминают. Я не могу сказать, что. Но такое ощущение, что я их где-то уже видел. А, я не могу. Фаталэрор Дэвилс Хант Гейм Крашт. Ну, ладно. Крайне повезло с сохранением. Я надеюсь, это единичный случай. И тут нет такого, что я дальше этого места, типа, не продвинусь. Слушайте, ну, это, мне кажется, вот, блин, фаталэрор, это, это, это слишком даже для превью-версии, блин. Я, я не могу переключиться опять. У меня не работает крестовина. Я могу пользоваться только этой силой, да? Да, зашибись. А я ее не качал. Давай комбу прокачаем какую-нибудь, чтобы бить хотя бы нормально. Просто легкую, ладно. Я не могу просто переключиться. Скорее всего, его надо убить именно, именно нечистой. Блин, у фаталэрор это забавно, да. Тут как бы слишком много багов, даже для превью-версии. Мелкие проблемы, они позволительные. То, что я вижу здесь, это пипец. Ну, как бы, да, ты меня убил, но мне плевать. Я думаю, что на более высоком уровне сложности, типа, наверное, этого возрождения нет. Потому что я, типа, играю на казуале. Там есть какая-то еще одна. Или две. Выше. Ну, типа, это нормал, как бы, по идее, да? Ну, как бы мы умерли, но нам плевать. Босс-файты в этой игре не работают, чтобы нормально с ними обращаться. А что такое происходит? Это мне плохо сейчас сделали или кому? К чему это сейчас было, вот эта анимация? О, мужик, иди сюда. Добью ли я его? Скорее всего, да. Добью ли я его? И на кой хер ты поглощаешь их всех? Я не понимаю, Деспор... Место неизвестно. Мы снова в какой-то заднице. И это похоже на тот самый город, в котором все началось изначально. Город без FPS. Тот самый, да? Хотя в начале, как бы, все было нормально. Ну, сейчас прямо в FPS прыгает. Они... Им дали, короче, власть над землей, чтобы убивать с помощью меча. Там, короче, очищать и... Короче, забей. Мне особо интересно. Я не могу сегодня в русский язык, поэтому... Я, типа, все еще не могу вспомнить, как там... Как там вот эта фраза... Она может проклясть или вот это вот что... То, что было еще с той серии. Так, ребят, ну вы как бы мертвы все. Да, это тот самый город. Мы как будто в своем кошмаре снова, да, Десс? Ребят, ну без шансов же. Да. Эх, сейчас бы FPS в игру добавили бы. Опа, привет, красавчик. Я буду бросать тебя прямо здесь, в front of everybody. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. You, traitor, are not worthy of a fair fight. But I will show you the special place we have for the ones like you. Oh, by the way, that bitch of yours and your pathetic, winged friend are being tracked. Soon, they'll join you. Тюрьма для особо одарённых. 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 Какой-то... Сюда забери, короче, всё, я не знаю. Какая-то анимация, твою мать, не сработала, или чё? Почему? Я так понял, что я нажимал кнопку, таким образом... Я, типа, наверное, должен был освободиться? Или подозвать это животное? Каким-то образом просто вообще без проблем освободился. И здесь вообще нет FPS, я не знаю почему. То есть просто вот 57 сейчас. 50. Я, короче, не знаю... Глава 10, возможно, последняя, кстати. Каким-то образом. Я не против, если честно. Потому что... При всём моём желании как-то прочувствовать эту игру, и хотя бы найти в ней какие-то хорошие моменты, я... Не, всё, я сдаюсь. У этой игры, как бы, типа, есть потенциал, но она сейчас находится в таком сыром состоянии, что... Ну, я просто не знаю, почему она вообще вышла именно сейчас. В ней, типа, работы на год минимум ещё. Минимум. Многие вещи, которые мы видим, везде. Ну, кроме сценария, наверное, потому что сценарий-то должен быть готов. Сценарий просто сомнительный. Вот всё, что есть, кроме возможного акации, это... Скелет, который создали. И вот, который, по идее, должен каким-то образом обрасти ещё мясом таким хорошим, да? То есть, это структурно то, что должно быть в игре, как бы. Да, как бы... Как будто сделали такой шаблончик, по которому, типа, в дальнейшем собираются делать как бы какие-то уже нормальные вещи. Это касается и геймплея, и моделек, и катсцен, и кутые, и вот всего вообще, что здесь есть. И ульты даже. То, как она работает, я имею в виду. Это касается вот буквально всего, что относится к геймплею, и вот как будто просто опять выпустили игру прям вот сверх рано. Не знаю, за ненадобность абсолютно. Там баланс противников. То есть, типа, сделали так, как будто вот это примерно должно работать вот так, да? И от этого уже работать. Но по какой-то причине сейчас-то называют, типа, блин, законченной финальной игрой. Чё? Потребовалось тысячи лет, чтобы понять, как выбрать из этой клетки. Да, тысячи лет. У меня всё ещё есть моя душа. Я должен найти место, где я могу спрятаться от моих бывших мастеров. Это, наверное, Мюрриэль писал. Так что да, это вот моя мини-рецензия пока что на Devil's Hunt. Просто это игра, которую... Блин, над которой должны работать ещё минимум год. Но зачем-то её уже выпускают. Причём не в раннем доступе. Как бы, да, типа, ну, я говорю, Лаупи Геймс, это небольшая компания. Они, ну, неопытные ребята. Это для них-то, ну, что-то такого размера для них чё-то новое. Но, блин. Ну, вот просто, блин. Не знаю, подогнали их то ли под релиз уже такой скорый. То ли ещё что-то. Ну, короче, вот, должна быть какая-то причина, по которой всё работает так, как оно работает. Потому что, реально, знаете, вот это именно такое ощущение, как будто я играю в Early Access. Как бы это, по сути, есть Early Access, но... Как бы я говорю это, типа, блин, ну, это предрелизная версия, да, ну... Прикольно. Каких-то багов, может, и не будет. Но тут я говорю сейчас не про баги. Я не говорю сейчас про техническую составляющую. Я говорю про то, что, как бы, ну, core gameplay. Боёвка? Которая отстойная. Абсолютно. Какие-то детали, там, по моделькам персонажей, по анимациям. Ну, тоже, как бы, отстой. И, как бы, всё же, всё же технические проблемы, которых, как по мне, даже в предрелизной версии не должно быть. Но это как-то очень странно, я не знаю. Лабиринт. Окей, я думаю, я попробую не потерять. На сценарии ты сначала думаешь такое, типа, ну, окей, чё-то обычный боевичок такой, наверное, там, с более-менее предсказуемым сюжетом. Да? Который, тем не менее, там, один раз ты пройдёшь, может быть, и забудешь, но попытка не пытка, да, поиграть всё равно. Может быть, там, геймплеем хотя бы зацепят. Но вот сейчас с какого-то момента сценарий просто пропал. Какой интерес к нему, в принципе. Там поведение персонажей тупорылейшее вообще абсолютно. Как бы я изначально говорил, там, банальный заделал вот то, с чего просто элементарно вся эта херня началась. С того, что Дезмонд решил, что пора суицид делать после всех событий, которые произошли за один день. Там не такой, блин, масштаб этих вот событий прям, что надо всё идти, короче, бросаться с моста, я это изначально сказал. Его уволили с работы, ладно, его уволил отец, будучи на эмоциях. Но это как бы, это не такая большая проблема. Ну, я считаю, что это не такая большая проблема, как бы. Как бы, да, у них там достаточно такие натянутые отношения, скажем так, но... Как бы, можно решить ещё, скажем так, вот эту ситуацию. Проиграл бой, да, ну похер, как бы, как будто никогда этого не было. Сделал предложение девушке, потом увидел что-то странное. Как бы, ну хорошо, блин, изменяет она тебе, даже если бы она тебе изменяла. Ну всё, как бы, вот эти вот три события, всё, это прям ультимативная комбинация, при которой надо идти суицид делать, да, это вот оно. Как бы, я думаю, ладно, я это съем, окей. Кристен узнаёт про то, что ангелы-демоны существуют, про то, что её бывший жених, короче, оказывается жив. После того, как он спрыгнул с моста на машине. Удивляется она тому, что, блин, её просто жених, короче, пришёл теперь просто, ну, ну ладно, типа, ну демонические руки. Ну, он там теперь, там, короче, полудемон, ну нормально. Обычный вторник. Визуальная игра прикольно выглядит, вот это жаль. И боёвка по стилю там персонажа, его возможностям, ну, реально имеет потенциал. Просто это надо ещё дорабатывать, и из этого мог бы получиться реально такой, ну, как бы, Darksiders второй. Потому что я чё-то примерно такого ожидал, я думал, что это будет какой-то, ну, какая-то игра, которая будет очень похожа на Darksiders. Более-менее. Которую можно будет, правда, весело поиграть. Получить интересный слэшер-контент. Ну, по сути, реально, это, как-то крайне сырой продукт. Только посмотрим на добивание. Ну, просто убил. Земля, поверхность, арена. Я тренировал мой разум ежедневно на протяжении всех этих лет пыток. Теперь я могу отправиться туда, собрать группу палачей и таких же отчаянных, как и я, и начать моё собственное... Основать своё собственное, типа, племя. Группу, наверное. Больше подойдёт слово. Ну, это Мюриэль пишет, да? То есть, типа, они попытались закрыть меня в том же самом месте, где они держали Мюриэля. Вот только что Мюриэль избежал, и теперь спрятался. А так же и мы, да? Только нам потребовалось, типа, на тысячу лет меньше. Ну, Сойер какую-то очень странную подсказку дал. То есть, я не знаю, дал он её сознательно или бессознательно. То есть, он, типа, хочет нам помочь. Или он просто такой же тупой, как и все здесь. Это вот мы ещё узнаем. Ну, локации всё ещё клёвые, да. Ещё самое интересное, разнообразное. То есть, как бы, это не просто сплошные, да, какие-то вот такие вот готические адские руины. А, как бы, и город был, да, и там какие-то здания, небоскрёб побегали. Ну, прикольно было. В этом плане интересно. И разнообразно. Чё у нас там по чочкам? Можно покопить и усилить защиту. Не увеличить количество здоровья, а усилить защиту. Опа. Ой, как много текста. Единственные особенные люди, там, палачи, это те, которых сюда помещают. Ужасы, которые ждут их. Нет никакого пути обратно. Ни мёртвым, ни живым. Ни для ангелов, ни для демонов. Отбросьте надежду все, кто попадает сюда. Ну, ожидают они там учительные пытки, типа. Мне интересно, кто будет финальным боссом. Ну, типа Люцифиар. Хотя, может, финального босса-то... Не, ну, финальный босс должен быть, просто... Я не думаю, что мы... Тут как бы нет конкретного злодея у нас. Мы ненавидим Люцифера, да, но... Ангелы тоже там не очень. Ангелов мы тоже недолюбливаем теперь. Так что здесь немного непонятно. Вот так неожиданно вообще появились. А, я мёртв. Нормально. Как вы могли заметить, я просто нажал три способности, и просто пока я их нажимал, я умер. Что ещё можно сказать про баланс, да? Ну, тут даже в балансе боя тут отмечается, что, да, как будто вот... Ну, не доделано. Но при этом, блин, я не могу умереть, просто потому что я бесконечно могу возрождаться за счёт того, что я иду. Я, я правда не знаю, вот это возрождение, это очень странно. Я, я, я просто не понимаю, зачем вообще добавлять что-то подобное в такую игру, как бы. И в таком формате. То есть это, если это работает на любой сложности, то в чём сложность? Как бы это странно не прозвучало, но я, вот, я буквально могу встать сколько раз. Сколько угодно раз. Может быть, да, там на более крутых сложных стах нет этого возрождения, я не знаю. Либо, я не знаю, это, это что-то, что решили, типа, добавить чисто для себя, потому что там пока, пока тестили весь геймплей, эээ, там тоже испытывали трудности с балансом, да, и там временно, пока не настроили баланс, добавили это возрождение, чтобы, ну, не, не париться особо. Баланс не доделали, это убрать забыли, знаешь, и, и, и всё, короче. И живи с этим теперь. Так, мы качаем вот это, да, оно стоит 20, окей. Тут везде вот ощущается именно вот эта вот штука. Как будто делали, 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 как будто бы вот оставили там, оставили пока так, пока там не дошли руки закончить, довести до ума хотя бы. Не, не говорю уже там, да, отполировать. Но по какой-то причине мы сейчас в это играем. Короче. Не знаю. Я думаю, вы поняли. Мне надо было это уже выпустить, типа. Я играю в эту игру там какой-то, шестой час, пятый час. И мне реально уже плохо от неё. Так, здесь геймпад не работает периодически, понимаешь? Так, кожа Дезмонда покрывается шрамами ожогов. Вот, да, я вот это хотел прокачать. Это клёвая штука. Это визуально как-то отобразится, нет? Это клёвая штука. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ах... Душеньки Пока что мы идем просто по знакам Не зная куда, кстати Ну, в смысле, я не знаю Сойер сказал, следуя знаком У каждого есть свой знак Следуя которому можно найти его Включая Мюриэля По-моему, мы сейчас идем по знаку Сойера А не Мюриэля Ультимативная способность тоже, да? Ну, то есть, как бы Есть Вот эта структура, они такие, так Ну, у нас будет, как бы, ультимейт В нем ты будешь очень сильным Пока что, как бы, вот пусть будет так Какие-то штуки добавим потом И вот ничего нет Ну так, давай Господи, где я? Не факт, что сюда мне Да, это хорошо Блин, а где способность-то третья? Неужто я ее пропустил? Не за что, я буду особо париться по этому поводу Она там вроде прикольная Ну-ка Она создает, да, это создает воронка пустоты, затягивающая врагов, блин Их жизненную силу Там, блин, три белки скомбинировать будет смерть всему живому Так Ну вот это похоже больше на секретку Да, блин, ну здесь просто душа лежит, окей Да, блин Я просто кастов... А, да, мы не можем бесконечно это сделать Окей, хорошо В этом есть смысл Блин, а где был сейв последний? Это будет... Дебилизм, блин Так, я понял Умирать Хреновая идея И фпс сразу появился Серьезно? И сразу в игре 130 фпс Хм... Нормально Окей, мы можем возвращаться не бесконечно Но это же бред Дезмонд Не раздражай меня То есть... То есть вы хотите сказать Что вот эту хрень я сейчас еще должен убить без возрождения Это будет очень весело Знаете почему? Потому что я кастую заклинания, блин Которые кастуются три года И получаю урон при этом Я не могу ничего с этим поделать вообще Надо было качать здоровье в большем количестве Короче, я понял Мне кажется сейчас мне это немного Помешает прям Хотя сейчас еще посмотрим Вдруг после того, как мы возродились сейчас Вот здесь на этом сохранении Мы как бы Типа Мне обнулят счетчик возрождения И типа я смогу снова возродиться там Три раза или сколько Ну вот от этого я не мог уйти сейчас Просто как бы абсолютно мерзкий против Вот я кастовал И сейчас я ничего не мог сделать Типа я нажимал в ворот постоянно Блин, это до прокачки этого Сейчас надо аккуратно Я надеюсь у меня демоническая-то ярость накопится Просто я смогу сейчас Размотать все, что вижу Очень хотелось бы, чтобы это было так Так, что там у нас? А! Блять, серьезно? Игра сохранила у меня все, что я прокачал в топ-целье Ладно Что ж Не мой косяк Я как бы окей с этим Я считаю это компенсация из-за замучения Типа вы поняли, да? То, что мы прокачали до того, как умерли Оно сохранилось Чисто технически так можно просто несколько раз умереть Где-нибудь там в седьмой главе Или где мы были В этом В аду еще один раз Когда на меня вылезало 3000 демонов в секунду просто Где я там полностью прокачал школу у палача И как бы просто проблем вообще никаких не будет Вы просто считай Вы считай победили игру Как бы полностью прокачались Играйте дальше как хотите Блин, как же ты больно бьешь Я не могу вообще В принципе я не удивлюсь, что там, например, сейчас я Скорее всего я сейчас, короче, смогу возрождаться Так, а эту мадам я готов только заклинаниями убивать Вообще больше ничем Подходить к ней и бить ее просто бесполезно Ну, до свидания По-моему я сделал 100 добиваний Или там, я не помню, за что это Не, подожди, я не знаю, за что эта ачивка Нет, не забудь Я не знаю, потому что мне не пишут, что какие О, сюда надо перелезть, я не могу Промт дайте Ну, пожалуйста, но очень хочется Или мы отсюда, а, мы отсюда пришли И не, сюда ли мне, подожди Вон душа лежит Не хватает там на хп Сколько надо, 20? 15 Одну еще Ну, мне дадут 5 И что-то страшная дверь, давай прокачаемся А, не, обычная дверь Налево или направо, или оно оттуда и туда ведет А, оно и туда и туда ведет У меня все еще нет третья белки Мюриэля Тут есть комнаты? Вот в этом месте есть комнаты какие-то Окей Ну, я не вижу здесь никакие комнаты Ну да, как бы мы пришли в итоге за Сойером Он, короче, не просто так нам показал Вот этот свой знак Что-то он хочет от меня Глаза, может, и нет, я не знаю Я не понимаю уже ничего Тут, чтобы сюжет понимать надо, я не знаю, кем быть Ее мать, как это было громко Ну да, он на нашей стороне, короче Я не знаю, как это было громко Мюриэль Я не знаю, как это было громко Так это почему ты его захочешь Это почему я хочу тебя остановить Я не могу это сделать снова Я не могу это сделать снова Ты один из нас сейчас Если не для Лукифа, ты бы остаться в лесу Поехали мне выбрать себе Ты не можешь меня поменять, что уже произошло Это слишком поздно для тебя жить нормальный Я думаю, что ты должен поговорить с Ричард Ты знаешь мой папа? Все началось с ним Он может открыть твои глаза Он может объяснить Почему ты должен сделать выбор Савиарь или уничтожитель Один или другая Есть только эти два варианта Нет больше Нет, я могу сделать собственные варианта Это то, что Мюриэль думал Ты видишь, как это закончилось? Безусловно для тебя, но для него? Он сейчас уничтожил Савиарь от всех Никто не может помочь ему Но мы наконец-то успешим Савиарь Поехали, говори с твоим папой Я тебя вернусь Возвольте это Как мою последовательность Когда мы снова встретимся Савиарь, я не буду дать вам Безусловно для тебя Я хочу спасибо Просто и забудьте И помните Ты должен сделать выбор Пирс Энтерпрайзес, Майами. Ну а дальше мы с вами зайдем, наверное, уже только в следующей серии. Возможно, финальной, возможно, я не знаю. Но, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok